Магма Филмс и Сазерн Стар Интертеймент представляют Таинственный портал Автор идеи Джон Рапси В ролях Линд Стайлс и Закари Гарретт Оператор Ким Баттерхэм Композитор Брэдди Нил Продюсеры Сьюзи Кэмпбелл, Джерри Макколган, Герман Флорин, Ноэль Прайс Липкие пальцы, автор сценария Ричард Коннора и Сайрон Хейден, режиссер Деклан Имис Магма Филмс Супер! Что? Летящая по волнам Кажется, этот парень движется прямо на меня Нет, я доски Если бы у меня была такая, я бы выиграл соревнование Так купи её! Знаешь, сколько она стоит? Тогда попроси папу и Джеки подарить её тебе До дня рождения далеко Может, они купят пораньше? Может быть Вот так где, Мередит Собирайся, если хочешь, с нами Хорошо А вы куда? Встречаемся насчёт инвестиций Пока не стоит говорить, но, возможно, через полгода мы станем миллионерами Прикольно Крэг Мы пока в самом начале пути и не будем загадывать Мам, можно поговорить? Конечно, но позже Хорошо, мы опаздываем Мам, мне надо Возможно, нам повезёт, дружище Это для школьного пикника? Да Я думал, ты делаешь соус тофи Именно А разве он не должен быть жидким? Ты что, эксперт? Я хочу помочь А ты что делаешь? Устанавливаю палатку А что, тофи должен пахнуть Жжённой Резиной? Главное, это вкус Нет Зубы жалко Впечатляет, да? Ещё как Это Майкл О'Коннор Прилетел с Гавайи Рад с вами познакомиться А это наша дочь Меридит Очень рад с вами познакомиться, юная особа Значит, вы ирландец? Да, хотя теперь я считаю себя гражданином всего мира Ведь отели О'Коннор имеются в 23 странах мира И скоро появится здесь Верно? Давайте взглянем на планы Думаю, они произведут на вас впечатление За многие годы мы их отшлифовали Там будет основной гостиничный комплекс, а здесь торговый центр А где аквапарк? Вот здесь А как нам всё поместится? Не переживай, мы всё поместим Пока с этим не было проблем Просто замечательно, Майкл Как условия контракта? Да, всё отлично Но перед подписанием мы хотели бы кое-что уточнить Конечно Майкл, вы только что прилетели, наверное, хотите есть? Я ещё живу по Гоноулскому времени Давайте пообедаем вместе, и вы познакомитесь с нашей семьёй От такого приглашения трудно отказаться Что ты делаешь? Изменяю расположение плавников, чтобы выжать из этой доски всё, что можно Что? Это из неё-то? Ты неделю с ней возишься Это уже о чём-то говорит Спасибо, что высказался, Уайн Пустая трата времени Лучше купи новую А где взять 500 баксов? Продай свой мозг для медицинских исследований За то, что не было в употреблении, хорошо платят У меня он хотя бы есть Я всё равно держу победу на летних соревнованиях На этой гладильной доске? Шеймус, проверь, хватит ли нам корзинок для пикника Сейчас, мисс Мерфи Мисс Мерфи, не попробуйте мой соус, Таффи? Конечно, Ханна Я рада, что ты столько сил отдаёшь подготовке Минутку Слишком много сил Сейчас, почти Не переживай, Ханна Уверена, вы с соусом договоритесь Шеймус, попробуй вместо меня Хорошо, мисс Мерфи Шеймус! Что ж, не возражаю Таффи – это моя слабость Ну, как пахнет? Мой отец говорил Не можешь сказать ничего приятного Смени тему И? Я тебе никогда не рассказывал Как мой брат Деклан Чуть не выпустил свой первый хитовый сингл Неужели так безнадёжно? Ну, как тебе сказать? Шеймус Говори правду Да, плохо Что происходит? Брэд Что ты делаешь? Глажу Я вижу, и меня это удивляет Решил тебе помочь, и всё Он и посуду помыл Правда? И пыль вытер, и пропылесосил Невероятно А почему нет? Меня бесит, что сейчас дети принимают помощь своих родителей как должное Спроси его, чего он хочет Лайн И что же ты хочешь? 500 баксов на новую доску Конечно Купи две Знаю, это куча денег Но после победы на летних соревнованиях у меня появится спонсор Мне будут платить тысячи долларов Это капиталовложение, Джеки Твои деньги быстро окупятся Извини, дорогой, но сейчас очень неподходящий момент Мы вкладываем все деньги в отель Но доска мне нужна на этой неделе Мы не можем себе это позволить И хватит гладить У нас гости У вас очень уютный дом А это, наверное, ваши дети? Ребята, это мистер Аконнер, наш новый партнер Зовите меня просто Майкл Мы здесь все друзья, а ты Уайн Я Уайн Ясно Я Брэд Рад познакомиться Вы ирландец? Да мозг и костей Майкл, можно предложить вам что-нибудь выпить? С удовольствием Было очень мило с вашей стороны пригласить меня Еще раз спасибо Отель Аконнерс? Может, попросишь повара помочь? Нет, обойдусь Ну почему? У меня есть идея получше Но мне нужна эта доска, чтобы победить Без проблем У меня есть связи с производителями досок в Гонолулу Напиши, что тебе надо, и мои люди ее вышлют Вы серьезно? Если речь идет о бизнесе, я никогда не шучу Вы меня спонсируете? Почему нет? А ты будешь рекламировать отеля Аконнерс? Не волнуйтесь, я это сделаю Я согласен По рукам Ну конечно Он купит тебе доску за спасибо Купит? Он сам сказал Ты такой глупый и наивный Это называется спонсорством выдающихся спортсменов Вот именно, выдающихся спортсменов Брэд А ты тут при чем? Привет, Ханна Мне нужна твоя мама Она в ресторане Я через минуту поднимусь Привет, мам Привет Джеки, можно спросить у тебя насчет соуса Тоши? Конечно, но сначала мы угощем мистера Майкла Не присоединишься? Спасибо Я всегда говорю, что секрет успеха заключается в трех вещах Это амбиции, амбиции и еще раз амбиции Всегда надо смотреть вперед, мыслить масштабно, Майкл Ханна, привет У вас необычный ирландский акцент, Майкл Вы из какой части Ирландии? Когда я был маленьким, мы часто переезжали А в Голвии у вас есть отель? Разумеется Да, я о нем слышал Кажется Говоря по правде, Крэк, еще в школе я знал, что буду владельцем отелей А в какую школу вы ходили? В школу Святого Грегори А в Голвии есть школа Святого Грегори? Нет, она в Дублине Я же сказал, мы часто переезжали Я тоже из Дублина Но вы, наверное, сами это поняли по моему акценту Да, это видно за версту Майкл классный парень Но... Что ну? Странно, что он уклоняется от ответов на мои вопросы На какие? Насчет его акцента Насчет того, откуда он родом Он не уклоняется Он же сказал, они часто переезжали Не знаю Но что-то в нем не так Ханна, Джеки с Крэгом его проверили Они не глупые Я это знаю, но... Хотелось бы понять, что в нем не так Не заморачивайся Это будет здорово для всех Почему? Потому что он купит тебе доску? Нет Он отличный парень Возможно Увидимся Пока Значит, если я когда-нибудь поеду в Ирландию Я могу остановиться в вашем отеле? Это так? Конечно Но это будет еще очень не скоро, верно? Да На Покажи ее моим сотрудникам И они примут тебя за счет заведения Спасибо А в вашем отеле в Голве есть аквапарк? Конечно Это торговая марка Обязательно туда загляну Майкл, вы спонсируете многих спортсменов? Да, Уэйн Я вам не говорил, что хочу стать гонщиком в Формулы-1? Кажется, нет Они вас замучили, Майкл? Отнюдь Мы с Джеки обсудили ваше предложение И мы его принимаем Поздравляю Добро пожаловать в нашу компанию Вы ни о чем не пожалеете Отель О'Коннерс Я могу вам быстро? вам помочь. Я друг вашего босса, мистера Майкла Уконнера. Он сказал, что его сотрудники обо мне позаботятся. Мистера Майкла Уконнера? Да. Он сказал, мне дадут номер, и я могу пользоваться аквапарком. Он так сказал? Да, номер с видом на гавань. А спортивный зал есть? Извините, но мистер Майкл Уконнер скончался в 1971 году. Отель носит его имя, но принадлежит большой компании. Но я час назад говорил с ним в Перте. В Перте? Да. Разумеется, по телефону. Я же не могу добраться сюда из Перта за один час, верно? Извините, но кто-то вас обманывает. Значит, вы не знаете Майкла Уконнера? Нет, если вы не о том, которому 120 лет. Извините, сэр. У вас всё в порядке? Хана, помнишь, я сомневался насчёт Уконнера? Не поняла. Ты говоришь о своём новом друге Майке? Это мне он не понравился. В общем, нам он не понравился. Я сейчас из отеля Уконнерс в голове, и знаешь что? Что? Он не владелец отеля. Неужели, Брэд? Ты меня убил. Ты была права. Он не тот, за кого себя выдаёт. Он ограбит маму и Крэга. Так предупреди их, пока они ничего не подписали. Пойдёшь со мной? Они поверят тебе насчёт его ирландского акцента. Ну, ладно. Я не так уж занята. Привет, мам. Хана. Я думала, ты пошла домой. Скоро пойду. Крэг уже лёг спать? Да, у него утром встреча в банке. Зачем? Нам нужны деньги, чтобы инвестировать в проект Майкла, и мы берём кредит. А как расплачиваться? Придётся больше работать. Ты и так много работаешь. Всё окупится. А если мы не сможем оплатить? Мы потеряем ресторан, и нам придётся уехать. Дорогой, не переживай, этого не случится. А Майклу можно доверять? Конечно, он успешный бизнесмен. Мама, он не тот, за кого себя выдаёт. Да что на вас нашло? Откуда такие подозрения? Я не думаю, что он ирландец, Джеки. Он ирландец. Не знаю. Я не слышала такого акцента. Он долгие годы путешествовал по всему свету, акцент утрачивается. Давай позвоним в его отель, проверим его. Что? Вы же только познакомились. Может, Аконор не настоящее имя? Конечно, настоящее. Мы его проверили. Послушайте, очень мило, что вы так переживаете. Но не волнуйтесь. Это для нас прекрасный шанс. Мы обеспечим своё будущее. Без доказательств она нам не поверит. Тогда надо найти эти доказательства. Как? Уверена, что это сработает? Конечно. Запишем, как администратор говорит о Майклеу Коннере, а потом дадим эту видеозапись Джеки и Крэглу. Это просто. Так. Ты берёшь на себя камеру. Ты куда это собрался? Шэмус? Да, это я. Знаешь... Мы снимаем видео. Для занятий по масс-медиа. Да, это как фильм. Я ей помогаю. А о чём он? О местных интересных личностях. Какое совпадение. Я как раз интересная личность. И к тому же местный. Обязательно возьмём у тебя интервью, но... После того, как поснимаем город. Увидимся позже, ладно? Да, пока. Пока. В любой удобный для вас момент. Извините. Я могу помочь вам? Да. Мы снимаем видео для школьного проекта. Можно нам поговорить с владельцем отеля? Майклом О'Коннором. Боюсь, вы опоздали на 30 лет. Значит, это не он? Конечно, нет. Это Бен Грейс. Кто? Бен Грейс, австралиец. В какое-то время работал здесь мойщиком посуды вместе со своим приятелем Райаном. Он не ирландец. Они мошенники и воры. Вы уверены, что это он? Абсолютно. Но можете спросить Джеймса Маклафлина, строителя. Он потерял за них тысячи. Конечно, помню их. Страшные аферисты. Шесть раз перепродавали этот участок земли. К сожалению, они от нас улизнули. Говорили, что уехали в Австралию. Камера не врёт. Вот твоё доказательство для Джеки. Теперь она нам поверит. Надеюсь, ещё не поздно. Как дела? Вы готовы взять у меня интервью? Не поняла. Взять интервью, как у интересной личности. Да, мы... Мистер Макрикен, вы сядьте там, а Брэд включит видеокамеру. А вы просто говорите. Говорите. Ну, это легко. Скажите, когда будете готовы? Говорить формально или непринуждённо? Главное, естественно. Длинно или коротко? На ваше усмотрение. Удачи. Наверное, все сейчас задаются вопросом, кто этот симпатичный парень, которого мы видим. По правде говоря, это длинная история. Смотри. Наше будущее на этом маленьком листке. 300 тысяч долларов. Мам? Крэг! Вы должны это увидеть. Нет, это подождёт. У нас деловая встреча. Мам, это очень важно. Займёт всего минуту. Сейчас настроим. Алло. В чём дело? Спасибо, Уайн. Сейчас поднимаемся. Они пришли. Кто? Майкл и мистер Стилл. Вы отдадите им деньги? Конечно. Сегодня начало нашего нового будущего. Ничего не понимаю. Она же прекрасно до этого работала. Значит, это из-за портала. Прекрасно. Магнитное поле стёрло запись плёнки. Подожди. Ты куда? Скажу им правду. Нельзя паниковать. Как раз можно. Мы не докажем, что Конор мошенник, не сказав им о портале. Подожди. В ресторане есть сейф, правда? Да. Ты знаешь, где ключ? Дай угадаю. Ты тоже хочешь нас ограбить? Принеси ключ. Я подумал, что вы захотите пить. Спасибо. Ты супер, Брэд. Простите. Брэд. Извините, я ненарочно. Не переживай. Это всего лишь костюм стоимостью в 2000 баксов. Мы отведём вас на кухню и там почистим. Извините, мне очень жаль. Можно воспользоваться раковиной. Вот тряпка. Брэд, ты не забыл положить вчерашнюю выручку в сейф? Забыл? Спасибо, что напомнила. Да. Значит, вы можете переслать эти фотографии по факсу? Отлично. Спасибо. Кто звонил? Полиция. Они предупреждают всех бизнесменов, что в округе орудуют двое мошенников. Бен Грейс и его сообщник. Они перешлют их фотографии? С минуты на минуту. Извините. Райан, Райан. Как брюки? Прекрасно, прекрасно. Пришлите нам счёты с химчистки. Хорошо. Райан, надо нам поговорить с тобой наедине. Сейчас? Да. Извините, мы быстро. Мам, Крэг. Я хочу, чтобы вы кое на что посмотрели через 30 секунд. Ты обещал, что проблем не будет. Чего ты паришься? Они сейчас отдадут нам чек. Всё работает. Тогда почему полиция рассылает наши фотографии? Что? И сюда пришлют. Уходим быстро. Я не уйду с пустыми руками. Это без меня. Я не вернусь в дом. С меня хватит тюрем. Знаю, это выглядит не очень красиво, но я всё объясню. А заодно, может, вы нам расскажете, куда делся ваш акцент. Я знал, что они мошенники. Не ври. Чего говорить, они нас облапошили. Это бесспорно. Почему Майкл утверждает, что вы его подставили? Не знаю. Наверное, он видел, куда я положил ключ от сейфа. Но я не знал, что он туда полезет. Брэд, надо быть осторожнее. Буду. В будущем. Нам всё равно спасибо. Вы спасли нас от ужасной ошибки. Просто нам повезло. Брэд, завтра мы с тобой посмотрим эту доску. Отлично. А мне что? Уроки вождения. Ханна, я не знаю, как тебя отблагодарить. Вообще-то, я хотела... И что же? Ваш фирменный рецепт соуса с тофи. Мы сделаем по-другому. Ты можешь его отведать. Спасибо, Джеки. Уверена, что тебе хватит? Джеки настояла. А я не могла отказаться. Представь, какую двойную жизнь вели этот Майкл и Бен Грейс. Или как его там зовут? Представить. Подумай, Брэд. Именно это мы и делаем. Мы это другое. Ладно, согласен, но мы не мошенники. Пока. Ты пойдёшь на пикник? Нет. Думаю, я не успею. Значит, теперь свободное время, ты будешь играться со своей доской? Это не игра. Сёрфинг – серьёзное занятие. Конечно. Ты смеёшься. Но когда-нибудь я стану чемпионом мира. А Лайн станет гонщиком Формулы-1. Я им непременно стану. Пока, брат. Пока. А теперь за серьёзное дело. Одним словом, я получил очень серьёзную травму. Но я быстро поправился. Одним ударом по голове Шеймуса Маккрэкена не вывести из строя. Итак, мы дошли до моего третьего дня рождения. И отсюда начинается самый интересный рассказ. На русский язык фильм озвучен по заказу СТС в 2007 году. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»